Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Рождённая Луной, сезон четвёртый, серия четвёртая, Будь моей девушкой. Тук-тук? Да. Я должна сказать... Вести от Васко? Наоборот, Васко не выходит на связь. Дьявол. Князь тиснул кулак, сдерживая злость. Иди, мне нужно подумать, что делать дальше. Мия не стала никому рассказывать о Грейс и Глене. В этом деле слишком много деликатных подробностей о личной жизни обоих. Всё закончилось удачно, так что не о чём и волноваться. Через несколько дней у Макса появилась новость. Фолл предложил встретиться втроём. Бар выбрал сам. Там даже показывают баскетбол. Хай. Добрый вечер. Привет. Нашёл без проблем? Без. Будете что-нибудь? Кофе. Сомнением оглядев из-за видения, вампир спросил. Здесь есть что-то, кроме пива и чипсов? Оборотень с нескрываемым удовольствием кивнул. Да, картошка фри, пончики и пицца. Виктор проигнорировал ехидство волка, заказав воду со льдом. Мия, советую взять бикинбургер. Хи-хи-хи, это вкусно. Когда принесли заказ, девушка спросила. Так, что за новость? Я выяснил информацию о французском егере, получившем одну из шкатулок. Поторопить Макса. Ну, говори уже. Не тяни, Макс. Тот егерь-оборотень. Скоро я найду, как на него выйти. Хм, странно. Вампир Лука отправил одну из частей текста волкам? Действительно интересно. Компания парней, смотревшая на большом телевизоре трансляцию баскетбольного матча, радостно закричала. Вздрогнув от неожиданности, девушка спросила. Макс, что это за место? Обычный спортбар. Болельщики шумные, зато можно не опасаться, что кто-то услышит лишнее. Тот историк Фабьен упоминал некий запретный ритуал, способный нарушить положение вампирских князей. Да, я уверена. Ритуал, мора, рожденное луной, пророчество, это все связано. Оборотень глянул на Виктора. Что скажешь? Несомненно связано. А если Анхель затеял провести этот ритуал? Девушка хмыкнула. Никогда бы не подумала, что буду мешать чьим-либо оккультным увлечениям. Но после того, как испанский князь начал портить мне жизнь, я уже очень хочу это сделать. Отобрать у старичка черные свечи и выбросить шаманский бубен. Оборотень шутя произнес. Ой-ой, в голосе сталь, в глазах огонь. Похоже, Анхель не зря тебя боится. Не загоняй в угол женщину или кошку. А то сам будешь пятый угол искать. Угу. Только жутко от того, что пророчество все же сбывается. Помолчали. Знать бы, что делать. Искать егеря. Утром Макс ушел на работу, когда девушка еще спала. Мию разбудил звонок. Дотянувшись до смартфона, она увидела на экране Шон. Да? Привет. Не кричи. Почему? Голова болит? Похмелье? Пила вчера? С кем? Хе-хе-хе. Столько вопросов сразу. Поток вопросов заставил Мию зависнуть, словно сломанный компьютер. Э-э-э. А, неважно. Я тебе чего звоню? Можешь помочь? В чем? Ты нужна мне как женщина. Хе-хе-хе. Хочешь спросить, пора ли бриться? Хе-хе-хе. А, что, пора уже? Девушка осталась неуверена. Чего больше было в голосе волчонка? Любопытство или надежда? Нет, Шон, еще не скоро. Расслабься. Приедешь в Эверест? Это торгово-развлекательный центр? Ага. Знаешь где? Угу. Прямо сейчас ехать? К вечеру будешь? Если объяснишь зачем. Такое дело, ну, короче, будь моей девушкой. Хе-хе-хе. Я не могу спокойно с ним разговаривать. Будь моей девушкой. Ты бредишь? Только на сегодня. Хе-хе-хе. Шон, это смешно. Почему? Потому. Зачем тебе это нужно? Когда уроки допоздна, мы с парнями после школы там собираемся. В общем, тусовка. Ну, и девчонки, естественно. Все из себя. Так просто не подкатишь. Вот я и подумал. Если меня увидят с зачетной девушкой, то поймут, что я сам крут. И что быть со мной, это тоже клево, понимаешь? Логика ясна. Король тот, кто... Для юного волчонка Мия закончила фразу помягче. Обладает королевой. Вот, правильно. Значит, я крутая? Еще спрашиваешь. Конечно. У тебя ноги, плечи, бедра и другие части тела. Хе-хе-хе. Мия не удержалась от улыбки. Нереально крутые. Ты мне верь, я знаю, что говорю. И откуда такая уверенность? Я журналов кучу с Нюм моделями смотрел. Так ты ничем не уступаешь? Ох, спасибо за комплимент. Как жалко, что Макс не слышит этот разговор. Не уловив насмешки в голосе, он гордо ответил. Обращайся. Ладно, Шон, я подъеду, там решу. Через несколько часов Мия вошла в торгово-развлекательный центр. Оборотень всем своим видом демонстрировал нетерпеливое ожидание. В чем-то мы таком приехали, это наш первый наряд, ужас. И еще раз привет. Хай, клево выглядишь. Ты же поможешь, раз приехала, да? Есть проблема, Шон, я взрослая. Только идиот поверит, что мы встречаемся. Поверят, я буду тебя за попу держать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Жалко, что ли? Мне Хелен голову откусит, если узнает. Скажет, я тебя совращаю. Ой, брось. Откуда она узнает? Я с уроков пораньше свалил. Прогуливаешь? Да это не проблема. Честно. Один раз ерунда. Мы с тобой сейчас подождем, пока тусовка соберется, а потом заглянем к ним. Просто поздороваемся и уйдем. Как бы случайно оказались там же, где твои друзья? Скажу, что показывал тебе Эверест. Шон притянул умоляющим голосом. Мия, от тебя зависит моя репутация, моя жизнь. Это же школа. Пожалуйста. От тебя ведь не отвяжешься. Девушка кивнула, соглашаясь. Так и быть, помогу. Ура. Стоп. Делать будешь все, что скажу. Один раз не послушаешься, и я уеду. Предложив тебе пойти так далеко, что даже Джи-навигатор дорогу туда не найдет. После этого твою репутацию уже ничто не спасет. Уяснил? Да. Максу потом все расскажешь. Шон вздохнул. Ладно. Обещая помочь, я не сказала, как именно. Составлю тебе компанию. Но руки держишь при себе. Никаких поцелуев и гнемашек. Понял. Хотя ты зря отказываешься. Хе-хе-хе-хе. Надолго это все? Народ поздно расходится. Каким образом ты домой добираешься? Макс за мной заезжает. Ему не сложно, он же в городе живет. Ну и вообще, одно дело, когда тебя дядя забирает, другой отец. Это было бы не круто. Мия придирчиво глядела юного оборотня. Скоро соберется твоя компания? Через полчаса где-то. Успеем. Что? Крутой парень должен круто выглядеть, верно? Она повела Шона по магазинам, подбирая ему одежду. Так, футболка Эволюция. Еще что? Рубашка и джинс. Вау! Ну ты реально крутой! Футболка и широкие джинсы. Ну, кстати, бесплатный вариант тоже ничего, но... Но это вообще пусть походит круто. Я надеюсь, мы его теперь видеть будем всегда в этой одежде. Так лучше? Нормально. Веди и показывай своих друзей. Ненормально, а офигенно. Появление Шона вызвало у компании оживленную реакцию. Парни выглядели крайне удивленными, а девочки рассматривали Мию с неприязнью. Всем привет, знакомьтесь, это Мия. Мия это Сэм, Джимми, Даниэль, Пэм, Марки и Джесс. Да, сейчас всех запомню. Одна из девочек я хитро улыбнулась. Сколько лет твои подруги? Эй, что за вопрос? Какая разница? Мне? Никакой. Лишь бы твоих родителей это не беспокоило. Джесс, с кем и как общаться я решаю сам. Уже давно. Просто в голове не укладывается. Такими темпами скоро перестанешь брать у мамы деньги на обеды. Подшучивает над ним. Надо спасать. Ой, я боюсь его обнимать, а то точно за попу схватит. Ответит Джесс колкостью. Не укладывается в голове? Растяни вдоль спинного мозга. Ответ Мии вызвал у подростка взрыв одобрительного хохота. Не найдя какую едкость еще сказать, Джесс покраснела, закипает бешенство. Шон, идем, мне скучно. Не вопрос. Простите, парни и девчонки, мы пойдем. Попрощавшись, они отошли. Видела их глаза. Все в шоке, просто спасибо. Пожалуйста. Кстати, ты нравишься, Джесс? Сомневаюсь. Она меня подначивает, вечно недоумком выставляет. Все же ты еще мелкий. Это такой флирт, Шон. Да, это хорошо. Что дальше? Дождаться с тобой Макса? Ну, я же тебя как бы на свидание пригласил. Какое свидание? Есть идея. Видел в одном фильме, как девушка парню устроила показ купальников. Было круто. Сделаю вид, что не поняла намека. Мне одному как-то стрёмно заходить в магазин женского белья. А интересно, когда еще такая возможность появится? Если решишь что-то выбирать, обещаю, в твою сторону не гляну. Почему я тебе не верю? У другой витрины постою. Уговорил. Но про это Максу ни слова. Само собой. О, какое все розовенькое. Как и обещал, Шон держался в стороне, не мешая девушке спокойно ознакомиться с ассортиментом. Комплект Незабудка. Миленько так. Нежно. Комплект Лаванда. И Жасмин. Обычный Ментол. Наверное, этот возьмем. По-моему, хорошо. Возьму это. Мия. Да? Ты правда думаешь, что я нравлюсь Джесс? Правда. Через минуту юный Фолл предложил. Сходим в кино? Легко. Я сейчас... Что посмотрим? После фильма они направились в кафе. Есть хочу. Здравствуйте. Вы готовы выбрать? Пиццу. Большую с двойным мясом. И пару молочных коктейлей. Хорошо. Записав блокнот-заказ, официантка ушла. Может, надо еще что-нибудь взять? Она осмотрела куда-то мимо волчонка. Мия? Вокруг было много людей, и девушка совершенно случайно заметила двоих, отличавшихся от всех. Что она тут делает? Ох, это мягко говоря отличавшаяся. Спутником Моники, одетого в светлый костюм, Мия не знала, но безошибочно распознала в нем вампира. Она меня не увидела. В чем дело? Шон проследил направление ее взгляда, но пара уже скрылась из виду. Однако, плохое предчувствие осталось. Нам лучше уйти. Здесь вампиры. Ты уверена? Да. Слушай, вокруг толпа народа, что они могут нам сделать? Не станут же устраивать драку прямо тут? А на улице уже стемнело. Не нравится мне это. Юный волк глянул на часы. Макс вот-вот приедет. Давай дождемся его. Хорошо. Проявить строгость. Сидим и ждем. Если они тебя увидят, неизвестно, как отреагируют. Поэтому отсюда не ногой, понял? Что, я идиот, что ли? Позвони ему. Максу. Коротко описав дяде ситуацию, Шон убрал телефон, сказал. Он уже рядом. Моника больше не показывалась на глаза. Тем не менее, Мия расслабилась только когда увидела Макса. Привет. Где они? Не знаю. Ушли. Фолл сел за столик. Шон, ты здесь раньше вампиров видел? Нет. Хорошо. Но все равно, больше ты сюда не ездишь. Блин. Вдруг они просто фильм смотреть ходили. Вампиры ведь ходят в кинотеатры. Возможно, только не в те, в которых бываешь ты. Но это реально обидно. Должно быть какое-то общее место, нейтральное. Получается, что оборотням нигде нельзя показываться, чтобы не было проблем? Не спорь, Шон. Макс прав. Они могут снова тут появиться. Ни к чему испытывать судьбу. Нам пиццу готовят. Дождемся хоть. Или надо прямо сейчас убегать. Я после работы не ел еще, так что посидим. А вообще, учишь тебя, учишь. Бегство не для оборотней. Только тактическое отступление. Шон хочет тебе еще кое-что рассказать. В чем дело? Я попросил Мию помочь. Выслушав, старший Фолл задорно рассмеялся, покачал головой. Ну вы даете. План хоть сработал? Кажется, да. Ваш заказ. Спасибо. Не успел Шон доесть первый кусок, как официантка, проходя мимо и неся кому-то сок. Оступившись, качнулась. Содержимое стакана плеснуло Максу на футболку. Ой, простите. Глядя на мокрое пятно, расплывшийся на одежде оборотень встал. Ничего страшного. Я вытру сейчас. Да бросьте, все нормально. Он посмотрел на Мию. Сидите здесь, я быстро. В WC схожу. На этом этаже уборных нет. Пройдите в подсобку, там можно почистить одежду. Вон туда. Зайдете в служебный коридор и первая дверь налево. Во всех залах торгово-развлекательного центра было людно. Ароматы парфюма перемешивались запахами, витавшими над столиками многочисленных кафе. Ни один оборотень в подобных условиях не мог полагаться на нюх. Однако, открыв дверь в подсобное помещение, Фолл сразу почувствовал кровь. Не понял. Кровь вампира? Шагнув внутрь, Макс увидел на полу тело, и с под него растекалась темная красная лужа. Голова вампира, от которой мало что осталось, была почти оторвана. Светлый костюм изодран. Кто-то неплохо постарался. Стремительно мелькавшие мысли не мешали подмечать все детали кошмарной картины. Следы волчьих клыков. Его убил оборотень. Только что... Плохое предчувствие холодной иглой кольнуло сердце Мии. Она напряженно огляделась и увидела Монику, направляющуюся в ту же сторону, где скрылся Фолл. Что-то не так. Надо предупредить Макса. Давай за мной. Обходя столики кафе, девушка поспешила в сторону коридора. Что случилось-то? Волчонок двинулся следом. Уловив движение за спиной, Фолл обернулся. Норман? Волк? Ее взгляд упал на мертвое тело. Когда Мия оказалась в коридоре, до ее слуха донесся голос Моники. Ты убил Нормана! Бред, это не я. Ложь! Я не позволю тебе уйти. Не дергайся с места. Я звоню князю, он разберется. Вампиры однозначно не отпустят Макса. Ему нужно уходить. Как отвлечь Монику? Рядом на стене девушка увидела пожарный щит. Так. Швырнуть огнетушитель в дверь подсобки. Оттолкнув Шона, Мия схватила красный баллон. Хех. Тяжелый предмет описал короткую дугу. Дудум? Огнетушитель отскочил, покатился по полу, распыляя вокруг себя хлопья пены. Бежим! Девушка потащила волчонка к лестнице. Норман выглядел ужасно. Был бы он древним вампиром. Может быть, регенерировал бы. А так... Я застала оборотню прямо над его телом. Не знаю, кто он такой. Блондин, молодой. Очень я сомневаюсь, что ты не знаешь, кто это. Простите. Снаружи раздался грохот, и я отвлеклась. Убийца тут же выскочил. Я не смогла его задержать. Мне пришлось остаться, разбираться с трупом. Там же толпа людей. Пока гипнотизировал охранника, пока дверь закрыли. Хорошо, хоть Нормана никто не увидел. Говард был прав. Волки обнаглели. Мы ведь этого так не оставим. Все знают, что я не хотел вражды, но... Они перешли черту. Оборотня нужно найти. И убить. Ты не охренел убить? Алло. Вот это, знаете, как говорится, подстава из подстав. Я сначала подумала, что Моника сама там просто актрису включила, что... А, его убили. Это получается, что она сама не в курсе была, что произойдет. Да, конечно, мрачноватый конец главы. Но Шон сегодня просто порвал. Я давно так не смеялась. Эти шуточки, конечно, фоловские, так скажем. Подержу тебя за попу. Это вообще, я еще долго буду вспоминать. Он просто уникальный ребенок. И я рада, что теперь он будет одеваться очень круто. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.